Во всех церквях литургия, одна из них в храме Святого Богоявления Господня, священнослужители облачаются в белые рясы, символизирующие божественность и чистоту помыслов. После торжественной службы ежегодный крестный ход. Чин великого освящения воды в крещение – один из важнейших обрядов праздника. Считается, что после него вода приобретает особенные исцеляющие свойства. При этом, по древней православной традиции, освящать принято и открытые водоемы. Ежегодно священнослужители служат на Чернореченском водохранилище – главном источнике водоснабжения города. Богоявление Господня, оно касается каждого человека, и верующего, и неверующего, потому что Господь пришел ради всех людей, и тех людей, которые стремятся ко Христу, и тех людей, которые только ищут эту дорогу. Господь пришел и вошел в воды Иордана для того, чтобы взять грехи всего мира, взять на себя. Молитва у берегов водохранилища звучит о насущном и главном, чтобы в нем воды было достаточно для бесперебойного снабжения города круглый год. На Чернореченском водохранилище обряд проводится традиционно. Эта инициатива принадлежит Севастопольскому водоканалу. После освящения крещенская особая вода по трубам попадет в дом каждого севастопольца. Общая вместимость основного для города источника питьевой воды – 64 миллиона кубометров. Сейчас в нем 30. Однако этого количества достаточно, чтобы обеспечить потребности жителей в чистой воде. Понимаем, что у нас никаких сложностей в предстоящем сезоне с тем, чтобы наша главная чаша наполнилась, не будет. И мы в это верим и четко совершенно это понимаем. Но, как говорится, на Бога надейся, но сам не плашай. Значит, соответственно, при необходимости мы применим другие способы. Они есть, сегодня они уже понятны, просчитаны, продуманы. Это праздник очищения и обновления. Пусть после этого богослужения вода в Чернореченском водохранилище очистится, обновится, пополнится. И севастопольцы получат в достаточном количестве очищенную хорошую воду. Вместо крещенских морозов в этот день – крещенская оттепель. В Севастополе – плюс 6. Десятки тысяч людей спешили набрать воды в храмах. А в течение всего дня не меньшее количество желающих окунуться в Черном море приходили на оборудованные площадки по всему городу. Алина Пчелинцева, Денис Александрович, Севонформбюро.